В эти учебные кабинеты они пришли в последний раз, чтобы сфотографироваться в привычной обстановке. Два года они обучались на военной кафедре Самарского университета. Поступая на гражданские специальности, предполагалось, что вместе с дипломом бакалавра они получат еще и воинское звание, плюс строевая выправка, дополнительные знания и романтика военных сборов. Очень много друзей, знакомых, потому что на факультете, на парах ты сидишь с одними людьми, здесь ты уже пересекаешься еще с другими, с других даже направлений, факультетов. Потом, когда мы поехали на сборы, появилось еще больше других новых знакомых. Какие-то люди открыли для себя по-новому на тех же сборах. Чувство патриотизма, чувство того, что ты все-таки стал мужчиной. Так принято прощаться со знаменем военной кафедры. Сегодняшнее построение, по сути, завершает воинскую службу, которую эти студенты проходили без отрыва от основной учебы. Инженеры и конструкторы, электромеханики и программисты, знания, полученные в университете, выдержали проверку боем. Будущие офицеры проходят стажировку на базе дальней авиации в Энгельсе, рядовые и сержанты на военном аэродроме в Оренбурге. Многим это пригодится и в жизни. Большинство выпускников идут учиться на более высокую ступень, в магистратуру, но есть и такие, кто остается в военном деле. Вот в прошлом году у нас ребята, порядка шести человек, ушли служить в вооруженные силы. Но кроме вооруженных сил, ребята пошли служить и в Федеральную службу безопасности, и в МЧС, и в службу полиции, и в другие структуры. Поэтому вот именно, почему я сказал, вторая профессия, она дает шанс служить в других остальных структурах, где есть погоны. Окончив магистратуру, ребята тоже идут в армию. Самое удивительное, что это приветствуется, и он закончил магистратуру, и тоже может идти с теми же самыми. Приказ министра есть. Военные кафедры при Самарском университете сформированы в 1942 году, в год основания Куйбышевского авиационного института. И все эти годы служат надежной кузницей инженерно-технических кадров для вооруженных сил страны. Этот год юбилейный, торжества в честь 75-летия в Самаре состоятся осенью, когда в университет придут уже первокурсники 2017 года. Олег Зверев, Станислав Левин, События.